Возможно, уже скоро покупатели больше не увидят сигарет на прилавках магазинов. Они будут спрятаны под столом или в непрозрачных шкафах. Купить их можно будет, только попросив список наименований. В 2015 году так сделали в Беларуси. Там супермаркеты выглядят вот так. Это мы сделали для того, чтобы не начать курить. Чтобы дети, молодежь не имели повода задуматься о том, что надо начать курить. А во-вторых, это большое подспорье тем людям, которые бросили курить. Сейчас законопроект отправлен в Еврокомиссию на согласование. Если он будет одобрен, то третье чтение состоится в сентябре этого года. Ассоциация торговцев из-за этого начала бить тревогу. Это может привести к росту контрабанды сигарет. То есть на сегодня тот, кто ищет, он находит, вот должны быть сигареты, да, есть, я покупаю. А так вот заходить нету, ну и не надо. Плюс еще то, что в нелегальной торговле вы видите сигареты на лицо. А здесь он должен выбирать из названий, которые, возможно, некоторые он вообще не знает. В ассоциацию торговцев поступило 600 писем от малых и средних предприятий, которые просят не утверждать новые правила торговли. Тем временем число курильщиков в Латвии снижается, говорят в Центре профилактики и контроля заболеваний. Особенно среди молодежи. За четыре года число молодых людей, которые употребляют какие-либо табачные изделия, снизилось на 39%. Исследования доказали, что размещение табачных изделий в торговых местах существенно влияет на спонтанные покупки. Примерно 25% курильщиков спонтанно покупают сигареты, когда видят пачки. Также в среднем треть бросивших курить хотят купить сигареты, что снижает возможность того, что они останутся не курильщиками. В целом такой подход к борьбе с курением Всемирная организация здравоохранения признала хорошей практикой. Есть еще один эффективный метод. Введение одинаковой упаковки сигарет. Это в комплексе с другими мерами в 2016 году сделала Франция. В 2017 году там было зарегистрировано на 1 миллион меньше курильщиков.